Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется 29 новыми случаями коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске фиксируется 20 случаев в Алданском, Ленском, Алёкминском районах, в Мирненском, Неренгринском, Алёкминском, Татинском и Тампонских районах по одному случаю. Оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Республике, исходя из недельного среза, необходимо обратить внимание на то, что тенденция к снижению выявления случаев находится на стабильном уровне и нет снижения дальше. В связи с тем, что начинается сезон более высокой вирусной нагрузки на граждан, связанных с ОРВИ и гриппом, просим особо тщательно соблюдать меры, которые определены указом главы Республики Саха-Якутия. За сутки в учреждениями здравоохранения и Роспотребнадзора Республики проведено 1500 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1,18 млн 477 тестов. В настоящий момент в Республике полномассово идет вакцинация населения. Поступило в целом вакцины 102 712 доз. Первую вакцинацию прошли уже 63 255 человек. Полностью вакцинированных на территории Республики 53 350 человек. Вакцинация проходит в целом во всех медицинских учреждениях Республики. На настоящий момент заканчиваются поступления вакцины даже в самые дальние населенные пункты Республики. В целом использовано 62,2% от поступившей вакцины. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Республике, хотелось бы обратить ваше внимание на ту тенденцию, которая сложилась в целом в Российской Федерации. Необходимо обратить внимание, что что-то яркого снижения заболеваний уже в Российской Федерации по данным управления Роспотребнадзора не обозначается. В связи с этим просим еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Безусловно, весна приводит к тому, что мы начинаем более свободно себя чувствовать, и мы видим по цифрам, что в принципе снижение определенное есть. Но, тем не менее, могут быть и ситуации, которые спровоцированы нами же самими в связи с нарушением норм санитарно-эпидемиологических правил. Оценка ситуации в медицинских организациях по больным показывает на тот момент, что наиболее частыми на настоящий момент стали семейные контакты. В связи с этим больными у нас оказываются оба супруга в семье. Поэтому при первых признаках ОРВИ в обязательном порядке необходимо обращаться в органы учреждения медицинские для того, чтобы был определен ваш статус в целях определения дальнейшего лечения как такового. На настоящий момент задачей, которая ставится перед учреждениями здравоохранения, является реабилитация тех, кто переболел ковидом. В данном направлении работают реабилитационные центры. Поступление на реабилитацию осуществляется, соответственно, через направление поликлиник по месту жительства граждан. Кроме того, на настоящий момент Министерство здравоохранения поставлена задача, и она выполняется уже в течение полутора месяцев, осуществить профилактические диспансерные и стационарные обследования пожилых граждан, которые в течение всего этого времени находились на изоляции. Их реабилитация сегодня также необходима. Здоровья всем! Субтитры создавал DimaTorzok